У Гомеля подвели выники третьего працовного семестра. Подчас мероприемства ушановали лепшие студентские отрады и процедавцев, которые доверили молодые отказные задачи. Наши корреспонденты познайомились с удельниками и организаторами. Всю лета городской организации БРСМ просовывает Кавана больше, как тысяча человек. Это, наверное, вдвоя больше, чем лета. В этом году ребята работали не только в городе Гомеле, а также и за рубежом. Это Всероссийский детский центр «Орленок», а также сельскохозяйственно закрытое акционерное общество «Сергиевская», в котором трудились ребята из колледжа филиала «Белгут». Молодые люди працовали и на знаковых для города и краины объектах. Наприклад, будовали мост на автодорозе М8 Е95 в прозраку СОЖ. Удельничали о будовнистве жилого дома по улице Федюнинского. Работали мы в строительном тресте номер 14, работали на объектах. Объект был на улице Федюнинского, постройка жилых домов. Поначалу было тяжело, первую неделю было тяжело. Думал, там все, сно хвалился домой, приходил сразу спать после работы. Потом, после недели, я как бы адаптировался и, в принципе, остался доволен. На интерактивной выставе, просвеченной лепшим студентским отрядом, знайшлося месса и фото с дымком, и дождь с гонору. А про шагетага кожный жадающий мем махчымасть забить цвик, у знак закрытя прасовного семестра. Рызыночка выставы – демонстрация новинок, якими корыстаются студенты подчас летней прасы. Это у нас электронная рулетка. Она используется зачастую сейчас в строительстве и упрощает работу непосредственно для самих строителей. То есть, если вы помните, раньше была такая длинная, которая с одной стороны становится один человек, и другой тянется, чтобы измерить площадь, то на данный момент этот прибор упростил затрату времени. Протягнулося мероприемство святочным концертом, где выступили творшие коллективы Гомеля. Подчас его ушановали лепшие отрады и худельников, и процедавцев. Вероника Гамзюкова, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокомпания Гомель.